В начале идея, затем лекала, а после готовое изделие. Пальто, куртки и другая верхняя одежда создаётся в этом швейном цеху. Готовый продукт экспортируется в Россию, Казахстан и, безусловно, на местный рынок. Задумка художника проходит немалый путь. Фантазия обретает первые реальные черты швейной мастерской. Здесь у каждого человека есть своя часть работы. Один создаёт одну деталь, второй – другую. Это ускоряет время производства. Над созданием изделия трудится и Назира Маткеримова. В этой сфере она уже 20 лет. На данном предприятии работает с момента открытия. Здесь я работаю почти год. Мне нравятся условия, зарплата, коллектив и не только. Нас ещё кормят два раза в день. К тому же денег хватает на обеспечение достойной жизни для моих детей. Лучше трудиться в родной стране, чем искать работу за рубежом. Надеюсь, швейное производство будет только расти. В год швейное предприятие планирует выпустить 330 тысяч единиц одежды. В основном это верхняя, мужская и женская одежда. Немного меньше отшивается спортивных вещей для подростков. 25 мастеров работает беспрерывно, воплощая идеи заказчиков в реальность. Всё это стало возможным благодаря помощи Кыргыз Индустрии. Открытое акционерное общество реализует бизнес-проект для развития промышленного сектора в стране. Открытое акционерное общество Кыргыз Индустрия было создано постановлением Кабинета Министерства Кыргызской Республики номер 341 от 24 декабря 2021 года. Можно с уверенностью сказать, что мы начали свою деятельность с марта этого года. То есть полноценно мы начали свою деятельность с марта. И в течение 9 месяцев уже реализовали, запустили 7-8 проектов. Из 8-3 проекта уже успешно запущены. Это производство и переработка сельхозпродукции, международная транспортно-логистическая компания и создание медицинских пластырей разного вида. Остальные проекты находятся на стадии реализации. В перспективе рассчитывают на расширение производства и увеличение рабочих мест. Помимо этого у нас ещё проект, который находится на стадии запуска. Это «Харгастопчу». Под этим проектом мы подразумеваем два подпроекта. Первый подпроект – это цех по производству пуговиц, а второй подпроект – это цех по производству застёжек и молнии. То есть оба проекта на сегодняшний день, можно сказать, что оборудование уже у нас имеется. То есть в Кыргызстане находится. Ожидается сейчас пусконаладочная работа. После того, как пусконаладочные работы завершатся, мы уже приступим, мы надеемся, в январе этого года, в следующем году мы уже, в принципе, приступим к официальному запуску этого проекта. Кроме этого, планируется запустить производство базальтовых изделий. По предварительным подсчётам, на реализацию проекта потребуется около 35 тысяч долларов. Для этих целей изыскивают необходимые средства со стороны внутренних и иностранных инвесторов. Решение о создании компании «Кыргызиндустрия» с уставным капиталом в 1 миллиард сомов было принято Кабинетом министров в 2021 году.